Промысел в тайге, часть пятая у нас сегодня. Ставьте педали и слухаем далее. Вы у меня уже как отче наш должны все знать. Вот так вот. Как божий наш. Поставили и только-то слухаем. Вот так вот. Часть пятая у нас сегодня. Он шел на запад. Его взгляд был прикован к носкам лыж, что редко с ним случалось. Крайне редко. Он скользил на запад за своей безмолвной тенью. Один посреди застывшей от холода северной тайги и все-таки единый. Единый со всеми родственными душами, пробуждавшимися сейчас здесь, под этим мягким летним небом, в горячем маревой пустыне, в этой серой морской мугле. Страха одиночества он не знал и считал его животным страхом, уходящим корнями в мрак первобытности, прямо к человеческому стаду. И это не было ни хвостовском, ни хвостовством аскета. Нет, не было хвостовством, ни самозаввением йога. Это были верность и преданность, которые дороже всякого дара свыше. Верность? А кому? Преданность? А чему преданность? Чтобы все это объяснить, нужны какие-то совсем, совсем другие слова. Его существование здесь было довольно странным, неправдоподобным и совсем неразумным, и потому недостойным подражания. Он шел прямиком на запад, шел к своей единственной цели, цели всей своей жизни, к неведомому, к неизвестному. Остальная часть тропы в этой лощине оказалась пустой, если не считать наметенного снега совершенно чистой масти, и он прошел по ручью из пихточа в луговину, где снова столкнулся с оленьим стадом. О! Северный флот! Идут ты со мной! О! Как преследуешь! Вожак знакомо фыркнул ему и, боднув на бегу можжевельник, увел стадо через верхний луг в узкое урочище. Пройдя еще немного, он понял, он понял, что помешал кормежке. Меню оленей состояло из сена, листьев и мха, запасенных сеноставками на зиму возле деревьев. Хе! Сеноставки! И в неограниченном количестве и снега, и острого мороженого воздуха, замешанного на озоне. Из этого состоял. В марте, когда глубокий снег покрывался толстым настом, пробить который было просто невозможно. Эти неприхотливые звери питались древесной корой, снегом, и воздухом. Умереть от истощения им не позволяла основная пища безмерного мира. Это была неограниченная свобода. Она и не позволяла. Никогда тебе! Он стоял на том месте, где кормились олени. Стоял и смотрел на разбросанные вокруг клочки сена, затоптанные и загашенные оленями. И на сеноставок, снующий среди разорванных запасов. Тунды-сунды! Эти зверки отчаянно пищали. И этот разноголосный шум напоминал поселковый детский сад перед сном. Точно! Только тут потеряно было нечто большее, чем любимая игрушка. — Ну вот! Вот видишь, — говорил он сам себе, стоя над обреченными сеноставками, — жалость тоже палка двух концов. Никогда, никогда не знаешь, кого убиваешь, попадая в цель. И кого даже промахиваешь. — Обязательно кто-нибудь погибает от чьей-то жалости. Обязательно! А несправедливость может стать гарантией чьей-то жизни. Никуда и не денешься! Неизвестно, сколько еще времени он оплакал бы этих сеноставок, если бы собаки не отозвали друг его. На опушке он снял с карликовой березы крупную белку и чуть выше у самого подножия сопки вторую, чуть поменьше. Но зато чистой, чистой, темной масти. Этой зимой на его участке было очень много белок. В кедровых лесах они попадались целыми колониями. В этих местах распространение белок не было эндемическим. Они были намады, вечные странники. Их родной дом был там, где можно было прокормиться. Их численность зависела от площади кедровых лесов и обилие орехов. Это были очень жадные зверки. Ух, зверуги! Хронические накомпители! В их воображении округлость земного шара точно совпадала с огрухлостью их бруха. Угу. Им никогда не удавалось перещелкать все орехи. Хранившийся в их многочисленных и весьма вместительных амбарах. Никогда тебе! А то и вообще забывают, где положить. Шо же, перевод продуктов! Ах! Но избыток корма не мешал им вламываться в амбары бурундуков. Не мешал. И пересыпать их содержимое в свои уже закрома. Брундуки же и вовсе дошли до предела. Заполнив свои кладовые, они вообще туда не заглядывали. Заваливались на зиму спать. И все. Хоть ты шо там! Из-за чрезмерной бережливости они нередко умирали. Умирали от голода. Он очень хорошо понимал всю эту звериную психологию. И знал, как сильно отличаются белки, нарисованные там в букварях. Как же они сильно отличаются от настоящих, реальных белок. И вот он привязал добычу к поясу и взглянул на вершину сопки, покрытую редким лесом, сквозь которой пробивалась узкая-узкая полосочка света. Это есть оно. Это есть предвестие начинающегося дня. И он сразу заторопился, словно служитель культа, опаздывающий на ритуал восхода солнца. Хе! Тоже мы не шаман! На сопку он поднялся вовремя. Успел еще перевести дух, передохнуть, как говорит, когда на горизонте из-за снежной вершины в лицо ему плеснул красный сноб света, будто полный ковш крови вылили. Полуослепший он попытался варежкой как бы стереть, стереть с лица это лишний свет. И это ему почти удалось. Так он и стоял, привалясь бураком к скале. Голова угловатая, ее даже за собой шапка округлить не в силах. Лицо неровное, шершавое, как тот кирпич на изломе. Да и откуда тут взяться лоску и румянцу, а? Тут, где можно было застыть, растрескавшейся коричневой лавой или медным литьем зари за штрихованными тенями голых веток. Угу. Через какое-то время его сощуренные глаза привыкли к напору света. Привыкли понемногу. И он увидел. Он увидел заснеженные леса, ступеньками спускающиеся к горизонту и вклинивавшиеся в них болотные проплешины и реки, хранившие и сейчас то самое летнее дыхание. На востоке горизонтом служила низкая гряда, из-за которой поднимался кровавый пузырек. Пузырек солнца! Кочующие островки облаков приобрели красноватый оттенок. В тот же цвет окрасилась и морозная дымка. Почти сразу же. Дымка, реевшая над долинами и обволакивавшая мертвецки бледные склоны сопок. И весь этот окружающий ландшафт формировал состояние его души. Эти солнценосные вершины сопок прям как золотоносные руды. Радостные подъемы его настроения. Затененные долины — это были грустные спуски. Его глаза были как вымытые окна, обращенные к восходу. Благодаря этим окнам, этим двум монеткам, он чувствовал себя по утрам просветленным. А к полудню солнечный свет усиливался, усиливался чарующей белизной снега. И этот слепящий поток пронизывал его насквозь, как приступ боли. Да, да потому, что это был сверх свет. А он не был сверх человеком. И потому, храня сумеречное настроение, бежал, бежал сразу же в тенистый кедровник или в долину, или, прибавив шагу, уходил под кров вечера поскорее. И вот он постоял еще какое-то мгновение, закрыл глаза, чтобы продлить свой взор туда, где кончался всякий видимый ландшафт, и начиналась его незримая сторона. По его потрескавшимся губам и без того неестественно скривленным пробежала едва заметная судорога, возвышенная и всегда неповторимая попытка без посредников выразить эту потусторонность, действительно, как потусторонний мир. И вот его время вышло. Все, солнце взошло, точно как та ваза из розового фарфора, в завершенности которой угасло, угасло творческое дыхание. Солнце было выставлено теперь на всеобщее обозрение и не интересовало его больше. Все. И он оттолкнулся и, пригнувшись, скатился по склону, оставив за собой облако светящейся снежной пыли. Звездная ангельская пыль. Двигаясь по-прежнему на запад, он шел по цепочке горных седловин, стиснутых сопками к путяку, ведущему его прямиком на юг. Цепочка долин завершалась горловиной, узким сводчатым ущельем. В юге здесь было не протиснуться, и ущелье было устлано обкатышами, словно благонамеренная душа, вымышленная кулаками. И он нагнулся, чтобы снять лыжи. Но вдруг, вдруг его взгляд приковали камни. Камни возле самых лыж. Чья-то огромная, большущая и тяжелая нога перевернула их раньше его. На язычке снега, высовавшемся из горловины, он увидел следы, которые в другое время года его ничуть не удивили бы. И он сразу же выпрямился, нахлобучил шапку на глаза и призадумався. Хм, из наших мест ты быть не можешь. Скорее всего, ты изгой. Да, изгой, преследуемый судьбой. С лыжами на плече миновал он свои фермопилы, за которыми его, может быть, ожидал единственный возможный здесь враг. На таежном языке так называемый лишний зверь. Шатун. Выбравшись из ущелья, он определил по косолапым следам, что шатун опережал его. Опережал на несколько часов. Дно следа было слегка подернуто снежной изморозью. Один отпечаток был слабее остальных. Значит, зверь хромал на одну лапу. И он заскользил вдоль цепочки этих следов, которые повели его прямо к путику. Теперь он уже мог себе представить, как выглядят его ловушки. Охватившие его еще на заре сегодня это ощущение опасности и предчувствие надвигающейся беды вдруг резко обострились, будто он прям как ждал этой встречи. Ноги гонцы его мыслей уже несли его навстречу неминуемому событию. Но он не воспринимал это как злой рог. Нет, такова уж судьба охотника. Тому, кто преследует, приходилось становиться и преследуемым. В распадке между сопками трех братьев он обнаружил первую разоренную ловушку. Сунув лапу за приманкой, медведь был напуган. Напуган упавшим давком и в ярости разметал, разметал, разгреб все сооружение. Ух, вадмедь. И охотник, не останавливаясь, пошел дальше, чтобы догнать этого варвара, прежде чем тот восстановит первозданный порядок на всем его путике. В норе под корнями вывороченного дерева им было насторожено три больших капкана на лесу. Приманкой здесь служил заяц, заяц-беляк. Доставая из норы этого зайца, вадмедь умудрился зацепить все три капкана и от боли и ярости закинул их неизвестно кунде. Ну, какой прок? Вот какой прок от твоей косолапости, м? Если ты даже мимо капкана ступить не можешь. Ух, ты, вадмедюга, ты. Упрекнул он медведя, тщательно разгребая лыжи сугробы в поисках этих же капканов. Зато он обнаружил за буреломом лёжку. Лёжку в пятнах зайчьей крови. Ощупывая рукой след лёжки, казалось, ощутил тепло медвежьего тела. Но, во всяком случае, мороз ещё не успел прихватить снег. И он резко выпрямился и стал вглядываться в уходящие следы, в ближайшие деревья и буреломы. Его охватывал страх, как и любого бы другого на его месте. Одни только сумасшедшие не испытывают это чувство. Чувство страха. Но это был не панический страх. Скорее, он боялся, что вряд ли сумеет без собак с одной вот этой малокалиберкой убедить шатуна оставить его капкану в покое. Да, это вряд ли. И, усевшись на лыжу, он решил все-таки подождать, подождать своих собак, закурив самокрутку и стал следить за паническими тенями дыма на нетронутом снегу. Ничто так неуловимо и в то же время так доступно, как тень от дыма. Угу. Ну, разве только смысл жизни. Он сидел и сдал своих собак. Вот уже и полчаса прошло, а о них ни слуху, ни духу. Что ты будешь делать, а? Когда не нужно, шмыгают тут под ногами, аж ходить не дают. А когда надо, девы е? Ух ты! Один белый друг селрый, два веселые гуся. Ну, девы е? Ух вы мордовы с ушами. Сколько же еще ждать, чтобы они наконец догнали? Это нечего делать, он стал думать об этом шатуне, стараясь представить ход его жизни. Да, а шатуном становится ведь далеко не сразу. Сначала же появляется корочневатый медвежонок, которого мама медведица летом моет, моет песком и водой, правильно? А затем шлепком под зад так вот как даст ему и все и выпроваживает его на берег. Да, но потом че, а потом наступает пора отправляться в маленький медвежий мир и открывать вадмежью Америку. Да, а он сражается, сражается и проигрывает с диким пчелом. А, любишь мед? М-м-м, умеет саночки возить. А потом проходит время и все, и сражается снова. Но на этот раз уже с дико рывущим самцом сражается. Может быть, даже и с собственным отцом. побеждает, терпит поражение, но тут уже наступает неясность, и он получает свое распоряжение целый гарем. Жена хоть и одна, но зато ужасно большая. И все. И начинают жить потом вместе, плодятся, а дальше че? Дальше домик нужен, правильно? Конечно. И все, копают берлогу, едят много-много ягод и ложатся в спячку. А весной постучится им капель, постучится в адмедю, прям на голову, разбудит. И он просыпается, просыпается от зимнего сна и есть, что попало, что найдет. И снова борется с тщедушным на вид, снова борется с тихим молодым самцом, терпит первое поражение, и все, и больше уже не плодится, другой плодится за место его. но зато есть еще, еще больше ягод и ложится пораньше в берлогу. Нет, не ложится, потому что как раз перед тем охотник или геолог посылает неточный выстрел. Конечно, конечно, посылает. Прям в лопатку или в лапу, или прям в штаны, в толстую задницу. Конечно, посылает, ведь тут их сколько этих геолухов. Так и не разменешься. Ну, и до заморозков лечит эту лапу, лечит, вылизывает и остается хромым. Озлобляется, ой, озлобляется, малейшим проявлением жизни. И только после этого, только после этого превращается в шатуна, лишнего зверя, обозлившегося на весь белый свет. И на этом воображаемый ход медвежьей жизни обрывается, потому что дальнейшее уже неясно. встал. вот, докурив свою козью ножку, он встал. Взмокшая от быстрой ходьбы вся спина начала немного остывать. Аж парует. Правда, пока он сидел, было чувство, будто он обсыхает на прохладном ветерке после морского купания. Было такое чувство. Но ждать больше нельзя, никак нельзя, потому что можно серьезно простудиться, и потом не выклыгаешь с этого. Да, в тайге историю болезни некому писать. здесь обе профессии собственного лекара и могильщика. Да, тут все очень быстро пересекается по совместительству. И он встал на лыжи и настороженно двинулся дальше вдоль путика. А собаки так и не пришли. Внутренний напряжение утомляло его гораздо больше, чем обычное свободное движение. Когда ты волен высматривать и выдумывать любую дорогу? Да. И вот, выйдя в березняк, где тонкие деревца напоминали длинные хрупкие кости, он увидел следы шатуна, уводящие в сторону путика. Здесь он остановился, будто на распутье, раздумывая, что же могло привлечь голодного зверя сильнее, чем верный обед. Пара тетеревиных крылышек и беляка хватило лишь только на то, чтобы разжечь медведю аппетит, да и только. А впереди километров на двадцать тянулся накрытый обеденный стол. И он это знал. Он нагнулся над следами и установил, что этот шатун свернул в сторону перед самым его приходом. «Ух, Вадмедь, да ты старый и опытный. Ищешь молодых, да, и неопытных?» — проворчал охотник и выпрямился после этого. Было ясно, что медведь, у которого зимой особенно хороший нюх, что он сразу же почуял опасность. Несмотря на встречный ветер. И спрятался где-то в густом ельнике, чтобы потом самому пойти по следам охотника сзади. «Да, это тонкое умение преследовать своего преследователя», подумал он об этом хитром звере. взвесив все свои возможности, он решил пойти прямо навстречу, навстречу шатуну и перехитрить его точно тем же способом, что накануне харзу. Он шел примерно четверть часа, перевалил меньшего из трех братьев и спрятался за толстой лиственницей прямо под склоном сопки. Он знал, что ковыляющий с горы медведь нерасторопнее и беспомощнее барышни, спускающиеся с чердачной лестницы, точно. Зато бегущий в гору медведь мог обставить бы самую быструю лайку. А-а-а. Но тут же понял, что поминки по медведю отпадают сразу же, потому что наверху, прямо наверху, между деревьями, он увидел промелькнувшего медведя. Но тому от этого не стало хуже. Наоборот, он успел заглянуть охотнику прямо в карты. И тут он мысленно обругал своих собак, время которых уже давным-давно истекло, и задал им воображаемую взбучку, которая сразу же возымела действие. Вдруг раздался этот самый дружный лай. Совсем недалеко собаки подняли глухаря, и, не мешкая, он спустился к ним на безликую плосковину. не лес и не равнила, не равнина, как чье-то лицо, не бородатое, не интересное. Глухарь сидел на одинокой елке посреди пустоши, будто осколок ночи, застрявший в заснеженных ветках. Подобраться к птице незаметно было просто невозможно. Но он все же решил попробовать. Глухарь был ему крайне необходим для приманки. «Ну, ничего, ничего, попробуем. Иногда это единственный шанс сблизиться с тобой», подумал он, отстегивая лыжи. Оставив лыжи и бурак, он упал на четвереньки и пополз с тазовкой на шее. Пополз по глубокому снегу прямо к этому глухарю. Тот смотрел на него с явным любопытством. Наверное, думал, ну, разве двух собак мало тебе, чтобы доказать бессилие четвероногих перед крылатами? Мало тебе? Ты прав, петушок, рыбишок. Но и справедливость порой бессильна перед законом. Именем закона во имя справедливости, точнее, не справедливости. И охотник нажал, нажал на спуск. Он стрелял издалека, боясь, как бы глухар не усомнился тут, но попал точно, как надо. «Я книж капыше». «Конечно». И глухар взмыл вверх, хлопая крыльями, как бы пытаясь укрыться в красных лучах, словно в ветках солнечного дерева. Из всего, что умел охотник делать, точный выстрел не был самым большим умением, но этим выстрелом он остался таки доволен. «Эх, нету здесь Эвенка», пожалел вдруг он. «Ну, у этого старого хрыча всегда есть в запасе ответный выстрел и меткое словечко». «Даст бог, он еще не раз его переспорит», подумал он с теплотой о своем друге посреди останавливающего кровь мороза. Мысленно он уже решил в ближайшее время навестить этого Эвенка, этого старого друга, друзяку. Если тот и здесь не опередит его, не зайдет к нему раньше, как раньше бывал. И он отнял у собак потрепан во глухаря и пошел, посмеиваясь над своими причудливыми следами. Обратно пошел к лыжам и бураку. Отсюда он направился ложбиной к следующему месту, сломанному кривому дереву, занесенному по пояс снегом. На толстом суку посредине дерева был прилажен небольшой капкан, а за ним на нужном расстоянии была привязана приманка. Все как надо, как книж капыши. Зверек, справедливо заподозришься в капкане вешалку, вешалку для своей шубы, справедливо перепрыгнул через нее и жадно впился зубами в лакомый кусочек. Но от незамаскированного капкана в нос ударил какой-то чужой, посторонний запах. И, предпочитая дорогостоящий столовой домашний стол, колонок решил унести обед, унести обед прямо к себе домой, а не здесь в столовой кушать. Но это оказалось нелегко, потому что приманка была крепко накрепко привязана. И зверек пал жертвой, жертвой логической ошибки, когда главное путают со второстепенным. Вот то как раз тот случай. Отдирая приманку, колонок пятился назад и попал задними лапами в капкан. Попал таки. Никуда и не день нести. Подойдя неслышным шагом с подветренной стороны и притаившись за пихтой, он стал свидетелем всего этого. Подъехав к капкану, он схватил фыркающего и кусающегося колонка за шкирку и одним беспардонным движением определил его пол. Так, протянул он и, отжав свободной рукой слабую пружинку, добавил. Ну, все, ступайте, сударня. Ну, и зверек вскарабкался по рукаву охотника на плечо и оттуда, оттуда махнул на густую пихту. Он назвал колонка на вы не из вежливости или пиетета. Нет, потому что в этой самке, в самке зарождалось несколько других жизней. Он очень любил лес, хотя слово любить ему очень не нравилось. Не нравилось ему все это. От частого употребления оно затрепалось как-то, как-то фата невесты, взятая на прокат. Но с содержанием его он был полностью согласный. Он любил лес и хотел навсегда остаться королем своей избушки и самого себя. Царь, очень приятно, царь. Ему ничего не жаль было отдать за это малое слово. И отпущенный на волю колонок стал еще одной крохотной частицей его свободы. На своем участке он действительно заботился о звере. Тут ему вспомнились размышления старого Эвенка. Люди в хорошем доме живут, а радоваться не умеют. Ага, не умеют ведь. Им надо, чтобы вот этот дом сгорел. Вот только тогда и обрадуются обугленному гвоздю. Разве не так? Да разве не так? И снова насторожив капкан, он натыкал под дерево глухариных перьев и присыпал их снегом, чтобы их не унесло ветром. Затем взглянул на овальную чеканку солнечных часов. Было уже заполдень. Стало ясно. Без снежной хижи ему сегодня не обойтись. ожидания собак и прочие дела отдали его от деревянного сруба на три часа ходьбы. Ну что ж, стены и крыши снежной хижи все же плотнее четырех сторон света и дырявого небосвода. Все же плотнее, рассудил он. В таежной хижине или вовсе под открытым небом он всегда отдыхал лучше, чем в тепле. Всегда лучше. За всегда так. Надышанным каменными легкими печки. Печурочки. И он успокоил собак, старательно лаивших на колонка. А ну заткнитесь оттуда меня. Тоже меня. Поговорите еще тут. И марш вперед. Вперед северный флот. Нечего тут лаять то, на то, что не вернешь уже. Что ушло, то пропало. Ну-ка, а? Давай попробуем отказаться. А что никто б не отказался? А? А что б не попробовать? Дурын ды вы. он шел, не теряя из виду собачью тропу по лесной гари, где обугленные стволы торчали словно указательные пальцы, предостерегающие от вуликости огня. На этой гари соболи и горностая охотились целый круглый год. Корневища пней превратились в решето от бесчисленных мышиных ходов. Да, здесь было чем поживиться пушному зверю. Да и охотнику тоже кое-что перепадало. Словно приспосабливаясь к траурному ландшафту, здесь плодились соболи темной масти. Черные, угольно-черные, спепельно-серебристые, налетом. На этот раз собакам не удалось взять ни единого свежего следа. И в оправдание они решили поразмяться, поразмяться немного сеноставками, хотя трогать их было им строго-настрого запрещено. Но он не стал упрекать собак, и его лицо растянулось в широченной улыбке. Когда он увидел траурную морду рыжей, рыжей, бесстыжей, которая была полностью вымазана аж до ушей в этой саже. хе-хе-хе-хе-хе. Эх ты, рыжа морда ты, ты посмотри на себя, ты в зеркало посмотри, ты же сейчас на чёрного похожа. Хе-хе-хе-хе. Ты, рыжа ты, ты знаешь, что ты хоть не рыжа сейчас? А? Хе-хе-хе. Эх ты, кукетка. Небось, самой надоела уже тебе вот эта рожа, да, с рождения твоя. Рыжая ты, морда ты. И он обошёл гарь по отрогу гряды, где было меньше бурелома. Выйдя к восточному краю гари, резко остановился, будто его застряли в кедровой коряге. Перед ним многозначительно чернела истоптанная разрытая земля с разбросанными головешками. Беспечный человек. Он совсем забыл о шатуне. Он увидел вывороченные пни и разрытые норы мышей и синоставок. И, судя по этой вытоптанной площади, медведь здесь рыл не один день. А за кучей бурелома он отыскал глубокую лёжку, которая свидетельствовала о том, что медведь был довольно некрупный. лёжки увидел промёрзлый яблоко, яблоко медвежьего помёта. Подобрал его и разломил пополам, чтобы узнать, что ел медведь перед тем, как пожаловать за накрытый стол его путика. «Так, сейчас мы всё посмотрим, что ты там ел в адмете. Сейчас всё раскроется. Так, на первое ты ел молодые побеги пихты. Молодые побеги, о! А на второе тоже пихтовые побеги. И на третье не рассчитывал ни на что уже, да? Кроме пихтовых побегов, да? И вдруг, вдруг его пронзила внезапная глубокая жалость, жалость к этому медведю. И тут же вскипело презрение к тому неизвестному охотнику. «Эй, ты, чёртов ты мазила! Видно, был ты охотник да баб, да? И большой охотник выпить. Делай свои ошибки, но не оставляй другим их исправлять хоть, а? Охотничек мини найшовся!» И он так плюнул, что собаки аж испуганно отскочили в сторону и настороженно уставились на него из-под лобья. «Да, в этом мире полно порчи, и никуда ты от этого не денешься. И если чё-то ещё не испорчено, и если кто-то ещё не испорчен, то возможностей для этого хоть отбавляй. И гнев, и презрение прям переполнили его, и, не найдя выхода, рванули его тело с места, вниз, с навьюженного отрога. Встречный ледяной ветер был бил прямо в лицо, охлаждал его пыл и, развивая злость. Будто кто-то, не мешая его стремительному движению, положил ему руку прямо на плечо. Да, нужно всё принимать таким, как оно и есть, и, несмотря ни на что, стремиться к тому, чтобы таким оно не оставалось. Спуская с пологого отрога к путику, он трезво, даже рассудочно обдумывал способы и средства, как призвать медведя к порядку. Шатуна надо было уничтожить, потому что иначе прощай. Прощай, вся моя путиковая охота. медведя всё-таки на этот раз придётся оставить медведя в покое, ведь с малокалиберкой на шатуна не ходить. Через неделю, в следующий обход, он захватит с собой двустволку и несколько жаканов, на всякий слунчий. На том и порешел. По отрогам росли серые, шершавые, будто окутанные лёгкой дымкой осины. Они казались ещё оголённее, чем остальные деревья. Сквозь эти редкие осины он видел вечернее гаснущее небо. С востока медленно ширилась угрома сизая туча. Да, надо поспешить, да надо поспешить, если хочешь, прежде чем грянет непроглядная ночь, проверить, если хочешь, оставшиеся все капканы и успеть снежную свою хижу. Так что надо поспешить, да надо поспешить. Ноги у тебя вон какие длинные, но ты должен их ещё удлинить, ещё на пару сантиметров. Ну, хотя бы за счёт теней, убеждал он сам себя, чтобы наставить этого угромого человека на путик. Но лыжи будто сами сворачивали, сворачивали в сторону, к западному склону гряды. «Нет у этого беспечного человека нет у него никакого характера. Помимо прочего, нет ещё и характера», сказал он с усмешкой. «Нет характера», вдруг повторил он. «Всего у тебя может не быть, даже взаимной честности, взаимной доброты или взаимной любови. Но характер, характер у тебя просто обязан быть. И сжатые губы, и прямая спина. Всё это должно быть. Я кот ченаж». Но всё это к безмерному миру имело весьма отдалённое отношение, чтобы об этом дольше толковать. Да и чё толковать, когда он был уже на закатном склоне гряды. Пора было уже готовиться к ритуалу захода солнца. И он вышел в редкий молодой ельник и выбрал ёлочку, которой можно было прислониться. Около неё он оставил своё тело, а сам устремился вперёд, в солнечный коридор между деревьями, не заботясь о том, что, вернувшись назад, может своего тела и не найти даже. Странное бесформенное солнце, будто выпеченные губы, удалённо в бесконечность лица. Запечатлевало на тускло-серых стволах осин кровавые прощальные поцелуи. А вниз к горизонту уходили остроконечные верхушки пихтовника, прям словно как те кисточки, слегка обмакнутые в оранжевую краску. А холсты, снежные холсты, оставались девственно белыми. Ещё ожидают нового рисунка. Его остановившийся взгляд проникал всюду, воспринимал все краски. И ещё нечто, что лежало вне поля зрения, но схватывалось мысленным взглядом. Он стоял в своём раздвоенном одиночестве, пребывая одновременно здесь и нигде. На лице знакомое выражение, растянутые губы, пропавший не весь куда взгляд с зелёных глаз. Постороннему его состояние могло показаться каким-то даже тихим помешательством, что ли. Но он во всяком случае был счастлив. И это было не заработанное или выпрошенное, а свободно вливавшееся в его распахнутую душу счастье. счастье этого безмерного мира. И он вновь пробормотал что-то неразборчивое, но положенное по ритуалу. Всё как положено. Порыв ветра всколыхнул ветки ёлок. Снежная пыль, пыльца голубого зимоцвета засияла в солнечном коридоре. Вот она, ангельская пыль на солнце. Он уже вернулся из таинственной страны грёз наяву. Из таинственной страны грёз, где земля оборачивалась морем, а мор землёй, где самыми богатыми были те, у кого ничего не было, где почти все представления о ценностях были полностью перевёрнуты. Просто вот так вот взяли и вывернули наизнанку. Из земных законов первым на него подействовал закон тяготения. Он вновь почувствовал тяжесть бурака и в противовес ему невесомость пустого живота. Эй, вы, сонные вы тетери, подъём, хе-хе, а ну подъём, где наши звери, разбудил он своих собак. Ну, жопы вы с ушами, подъём сказал, кому сказал. А они свернувшиеся там были пушистыми клубочками, но бегом повскакивали. Рот подъём, вот так вот. В порыве любви те сразу же подпрыгнули пару раз, сразу же, как током шмарахнули и, не дотянувшись до его лица, скатились по склону. Даже его собаки умели радоваться без оглядки, словно те щенки, шиночки. Оттолкнувшись палкой, он спустился под углом к собачьим следам на поляну, где замерли погребённые снегом кусты можжевельника. И тотчас кусты ожили, словно сонным душ на отлёте. Из них выпрыгнула целая стая рябчиков. Убивать чьи-либо души он всегда отказывался. Завсегда так. Кроме того, оснащать капканы приманкой не было никакого смысла, прежде чем он навсегда не испортит аппетит шатуну. Мимоходом он заглянул в одиночную ловушку, в пустоту. Продолжение путика начиналось в получасе ходьбы отсюда, у истоков Хариусовой реки, прорезавшей широкую поперечную долину и питавшей безымянную реку в долине колокольчиков. Путь туда лежал через обширное отшлифованное метелью плато. Казалось, еще один вьюжный день, и снежная поверхность приобретет глинцевитость белого рояля, отражающего сумбурную публику темных пихтовых лесов. Снежная белизна — болезненная бледность на лице земли. Синие, синюшные, льнущие к низу вечерние тени под глазами, которые бессильно стереть даже долгая вьюга. Вечерние тени, которые бессильно стереть с лица земли, даже долгая вьюга. Подумал он прискорбно. Отшлифованная снежная равнина гудела под ногами. Прям гудела, как приближающаяся эскадрилья бомбардировщиков. Чтоб вам никогда не добраться до места, чтоб вас разнесло от собственного груза. А снегодром все гудел и гудел. И он прибавил шагу, чтоб поскорее пересечь эту снежную пустыню с ее этим могильным звуком. И вскоре мягкое шуршание пушистого снега и приподнятый ландшафт быстро развеяли диссонансы внутри и вокруг него. На душе у него вновь стало светло. Как светил был этот снег. Поток морозного воздуха с избытком устремился ему прямо в легкие. А чего? А что если запеть? У кого слуха нету, тот и петь гораст. Не спеть ли песенку о себе? Одну такую вот песенку заглуши все остальные уже когда-то слышанные. И ему стало не в моготу. И он начал выбирать дерево, от которого запоет. Творящий мужчина, любящий мужчина, это поющий мужчина. Нет естественной такого мужчины. Нету. Песня это мелодичное изъявление человеческого сердца. И звучит она тем искреннее, чем меньше публики. Правильно? Вот так вот. Песня о себе и для себя это самое естественное. ибо нет соблазна дотягивать ее до чьих-то похвал. Ну нету. И он начал петь в тон вибрирующий на ветру бересте. Как начал петь! Ну понятно, что он пел не в рифму. Но в ритме шуршащего снега, взлетающего из-под задников лыж, под шум таежных деревьев, слова складывались сами собою. Шапку не побачку надену на табачку, шапку не побачку, ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, кому избушка, а кому дворец. А кто и без дворцов король, правильно? О, да. Да? Да. Твоя корона это кедра крона, и ты властвуешь упоенно, ваше величество. Верь эху, владения твои безмерные, твои сокровища беспримерные. Эй, 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 вот так и живи, одновременно здесь и нигде. Есть ли место возвышенное где-нибудь? Вот есть ли место возвышенное? А нет, да о нет. по поводу шатунов, ребята, разве это так действительно есть? Как они становятся шатунами? Как он здесь сказал, он просто озлобился на весь мир, что ли? Как это происходит в природе, в дикой? Вот я наблюдаю на видео сейчас медведя Мансура. Можете прям вбить на ютубе Медведь Мансур, там есть прямая трансляция, и он тоже никак не засыпает, ему уже пять лет исполнилось недавно, день рождения у него было, и он не засыпает, поспит там сутки двое, и встает, крутит там всякие свои эти, вот там у него есть эти веревки, что там у него, там ничего нету, колупает землю, что-то там рой, туннели какие-то, ну в общем не засыпает, но я бы не сказал, что он обозленный, ему в общем специально не дают хорошей еды, чтобы он понимал, что нужно спать, чтобы экономить калории, но он не засыпает, тоже говорят, как когда, один год он заснет, а второй не заснет, но я так понял, что для медведя это хорошо, чтобы он спал, и кстати, по поводу сосать лапу, они кстати лапу никогда не сосут, то есть такого у них нету, почему это пошло, непонятно, видно из сказок, они могут так, когда кушают лапой, но вот чтобы сосать там, как я все время думал, они этого не делают, что удивительно, но шатун, мне кажется, тот, кто спал, его просто разбудили, те же охотники, правильно, или там подбили, мне просто интересно, почему это происходит, или он проснулся от того, что что-то его взбудоражило, ну разбудило, даже зверюшка какая-то, какая-то другая лось, олень, может что-то услышал, они кстати очень чуткие медведи, там был такой случай, я вот в онлайне смотрел этого медведя, они кормили его, ну и он прям, он уже привыкший к камере, все, он жует, интересно наблюдать за этим всем, и в определенный момент, вот так на эту камеру посмотрел, так как будто сейчас нападет, ну, и она прям испугалась этого, и оказалось, что где-то через минуты, две-три подошел человек, и то есть оказывается, что они, видите, насколько они чуткие, он за несколько там десятков метров как-то чуем, ну, запахом, как-то учуял, что человек к нему какой-то подходит, незнакомый, и он прям, вот представляете, насколько чутко это все, и прошло несколько минут, и только он пришел, человек даже вот непонятно было ни мне, ни тем, кто его снимает, что кто-то сейчас придет, а медведь это заранее услышал, вот так вот бывает, просто вот такое интересное наблюдение, а сегодня, ребята, у нас все, услышимся уже как обычно завтра, наводите наш будильник, плюс-минус 12, ого, вот так вот, а на сегодня что, а на сегодня все, покендово, так вот, а на сегодня по суток, вот так вот, а на сегодня у нас ну, ко-буд вон, а на сегодня я беру, а на сегодня именно